Продолжение следует... Вы поняли уже, кто там будет. Короче, сразу говорю, определитесь, ну если вы будете пробовать эту сборку, определитесь, какие кристаллы вы хотите собрать. То есть, по факту, тут никакие кристаллы не нужны, но я советую лично собирать либо кристаллы убийц, либо кристаллы стрелков. И тех, и тех нужно по три штуки. Это просто лишняя, ну лишняя полная синергия будет, поэтому вам это будет лишним плюсом. Я не дособрал эту сборку в плане, ну не докачал ее, скажем так, я ее собрал полностью, но не прокачал так, как хотел. Пробовал ее пару раз, ну как пару раз, то есть получается где-то раза четыре или пять на ней играл и занимал второе, третье место. Мог бы занять первое место, но в основном у меня к концу игры все-таки половина персонажа были не прокачаны. Но это связано просто с тем, что мои противники пытались собрать тоже каких-то из этих персонажей. Соответственно, получалось так, что у меня какие-то персонажи просто были не докачаны полностью. Вот, собственно, вышло и так. Второе и основное. В этой сборке упор делается на всего лишь двух персонажей. Это Карина и Клауд. То есть это основа ваших персонажей. Вот их вы должны одевать и смотреть по предметам. Предметы берите сразу на будущее для того, чтобы просто им сразу их отдать, когда вы сможете их приобрести. Но также не забывайте о Эсмеральде. То есть ей нужны будут предметы на защиту хотя бы какие-то. Потому что это единственный танк и единственный, кто будет защищать вас от всех. Поэтому смотрите сразу за этим. Также я бы советовал приобрести пару предметов для Валира. Потому что это довольно мощный персонаж. Он хоть и кажется слабым, но поверьте, его потенциал раскрывается, когда он приобретает пару предметов. Он довольно сильный и довольно прикольный. Ему я советую брать обувь демона, подхил и чисто на выбор любой предмет. Но я советую лично брать на него поджигание. Потому что у него ауешная ульта. И соответственно он просто поджигает сразу многих персонажей и дамажит. Кстати, по поводу дамага он довольно хорошо дамажит. А так как он еще в связке с западной пустыней, если вы собираете эту синергию, при этом он начинает очень хорошо уклоняться. Соответственно его сложновато убить становится. Плюс он начинает хилиться, дамажить. Ну сами понимаете, что из этого выходит. По поводу остальных персонажей. Но смотрите. Как я и говорил ранее, у Калины и Клауда в принципе схожие предметы. Это золотой посох и... И-и-и отхил, либо золотой меч. Но смотрите. На Клауда это золотой меч, золотой посох и меч охотников надемнов. Все, это три основные предметы. На Карину то же самое. Но ей нужен отхил. То есть это когти хаоса, хаса, золотой клинок, золотой посох. И можно на выбор. Либо золотой меч, либо... Да без либо. Вот именно эти три предмета на Карину самые идеальные подходят. Ну конечно меч охотников надемнов еще можно. И Мия. На нее, честно говоря, если хотите, можете ее приодеть. Но на нее подходит опять же золотой посох, когти хаоса. Это вот два основных предмета, которые для нее хороши. Ну и зеленый меч. То есть это самая основа всех АДК. Вот. Поэтому смотрите по ним. Также персонаж Селена. Селена можете вообще забить. Это знаете, персонаж только для синергии. Она, конечно, вносит урон, что-то делает. Но она абсолютно бесполезна. Поэтому она только для синергии нужна. По поводу Ханаби. Блин, вы ее можете даже до третьей звезды прокачать. Но, честно говоря, я не советую на нее ставить предметы. Она просто ничтожна. То есть, серьезно. Она стала ничтожной. Все, что от нее нужна, это связка Алой Тени для Хаебусы. Которому вы тоже можете дать предметы. И, кстати, предметы уже выбирайте сами. Но на него подходит золотой меч. Зеленый меч очень хорошо. Он начинает... Он, когда ультит, он может зацепить пару персонажей с 20% хпшками и ваншотнуть их. Поэтому смотрите сами. Остальные предметы чисто на ваш выбор. Но я бы посоветовал тоже скорость атаки брать. Поэтому тоже смотрите сами. На Вейлы нет смысла давать предметы. Потому что это, знаете, просто тоже персонаж для синергии. Он, конечно, хорош. Но он хорош тем, что он просто ультует и контролит некоторых персонажей. Поэтому из предметов ему можно ничего не давать. То есть, это, грубо говоря, просто мясо. Ну и кто у нас остается? Остается только Эсмеральда. Но, как я и сказал, на нее можно вообще ничего не брать. А если все-таки вам выпадают магические предметы, то возьмите для нее отхил. То есть, если вы, допустим, Валира одели, можете на Эсмеральду взять отхил. Но, с другой стороны, если вы, допустим, Валира прокачали на две звезды, а Эсмеральду на третий, на три звезды, то перекиньте просто все предметы с Валира на Эсмеральду и пожалуйста. Ну, на Эсмеральду тоже желательно, кстати, скорость атаки. Потому что она очень хорошо кидает свои щиты и, скажем так, иногда это довольно спасает. Ну и вернемся, как я и говорил в начале. Если вам будут выпадать кристаллы, то собирайте кристаллы либо убийцы, либо стрелков. Но смотрите сами на свое усмотрение. Убийцы. Кристаллы убийцев спокойно вешаете на АДК, то есть Мия, Клауд и... Да, пожалуйста, можете на Ханаби закинуть. Вот. И это... То есть, они смогут тогда с каким-то определенным шансом просто атаковать автоатаку и наносить дополнительный урон. А с учетом того, что Мия еще и эльф, она может... Короче, раскидывать свой скилл автоатаку. Блин, сейчас, секунду. Короче, она может бить рикошетом. Соответственно, Клауд по такому же принципу работает, но немножко не так. Кстати, тоже вы можете собирать кристаллы эльфов, тоже нужно будет 3 штуки, но я бы не советовал, потому что у них сейчас шанс рикошета очень маленький. Но с другой стороны, с другой стороны, у этой сборки очень мало ХП. Ну, не скажу, что прям совсем мало, но довольно маловато. Поэтому можно, в принципе, пособирать кристаллы эльфов и отдавать их ДКшкам. Во-первых, это будет определенный шанс рикошета, опять же. И помимо этого, будет дополнительно полторы тысячи здоровья для каждого из персонажей, на котором будет стоять кристалл. И, короче, кристаллы стрелков. Тут смотрите сами. Я бы, честно говоря, посоветовал. Но проблема в том, что тут нет физических персонажей. Допустим, вы можете отдать один кристалл Карине. Без проблем. Это, допустим, вместо зеленого меча можете отдать один кристалл ей. А один кристалл можете отдать этой, как ее зовут-то? Эсмеральде. Вот. Третий кристалл кому? Нет, можете, конечно, кинуть просто так, но он будет разве полезен? По мне, не очень. А, ну вот. Я про Хайбусу забыл. Как раз третий кристалл можно отдать Хайбусе. Он с этим кристаллом тоже неплохо творит чудеса. Поэтому смотрите сами. Ну вот, я лично советую именно кристаллы убийц и кристаллы стрелков. Потому что это либо дополнительный крит, шанс крита и силы крита, либо это чистый урон и скорость атаки. То есть, ну, дополнительные автоатаки и скорость атаки. С чистым уроном. С чистым уроном. Блин, короче, запутался. Ладно. В этом бою я занял второе место. Так. Потому что я просто, как сказать, ну, не до конца еще понял сборку. Ну, точнее, не как понял. Я ее понял до конца, но не до конца ее протестировал. Я вот сейчас просто рассказываю о том, о чем, о пятом, десятом. Но по факту я использовал только три методики. То есть, я собирал через стрелков. Да, это очень хороший домах и все такое. Но, опять же, я не дособрал до конца. То есть, у меня было пять стрелков из шести. Соответственно, тут как повезет. Но, знаете, вот если, допустим, вы можете достать два кристалла и новый командир, который прокачаете его до тройки, можно, в принципе, оттуда еще попытаться кристалл достать. Ну, а так сборка, кстати, довольно интересная. Поэтому пробуйте ее. Отлично. Я советую ее попробовать хотя бы пару раз. Вы можете проиграть, можете победить. Никто не знает, как будет. А я проиграл чисто за счет того, что у моего противника были все шесть стрелков. А вы сами знаете, как шесть стрелков дамажат. Там абсолютно любая сборка просто без шансов будет. Банально я сегодня утром также собирал шесть стрелков. Я не докачал ни одного стрелка до третьего уровня, но при этом я раздамаживал просто отлично. Поэтому шести стрелкам довольно сложно противостоять. Хотя полная синергия убийц, в принципе, может противостоять шести стрелкам. Надо будет попробовать как-нибудь. Ну, блин, опять же, тут нужно попасть так, чтобы против вас стрелки были и вы собирали убийц. Единственное, что вам может не повезти, это на начальных этапах эта сборка довольно слабая. Но в тот момент, когда вы соберете хотя бы синергию убийц первую, то вы, в принципе, сможете спокойно уже нормально убивать противников и сражаться. Поэтому в самом начале она слабая. Главное не опускать руки и пытаться собрать ее. Ладно. Матч происходит к концу. Собственно, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok